Сегодня, 2 февраля, в США самый знаменитый сурок Фил предскажет, как быстро к нам придет ранняя весна. Но пока нам расскажут, как обстоят дела с подобными приметами в холодном Забайкалье. Слово передаю моему коллеге Кириллу Фомину. Наша съемочная группа вышла на улицы города, чтобы узнать, как же относятся жители Читы к животным-метеорологам. Напомню, что в России тоже переняли традицию дня сурка. Только предсказателями погоды у нас все чаще выступают ежи. У нас в России отмечается День ежа. Стоит ли доверять животным-метеорологам? Я бы не стала. Ну, говорят, по крайней мере, все так. Я думаю, и вон да, это все. Верю. У Шукшина есть рассказ «Верую». Так вот, там тоже было. В электрификацию, газификацию. И я верю. Ну, я думаю, что стоят животные, потому что гораздо более четко чувствуют изменения природы. По крайней мере, присматриваться стоит. В принципе, да. У животных же какие-то инстинкты, не знаю, есть ли они. Причувствуют, что это заранее. Как считаете, когда в Забайкалье придет тепло? Я думаю, что можно довериться капелле. То есть, когда уже начинает капать, когда уже прямо очень сильно греет, и машина заводится без проблем, тогда уже можно понимать, что скоро станет тепло. Ну, не знаю, там с девочками, может, хочется знакомиться больше. Ну, как, на градусники минус 9, значит, весна точно скоро. Синоптики ошибаются, да, один раз. Ну, 1 марта точно придет весна. Главное, встать с правильной ноги с утра. С правой, а не с левой, а то день пойдет не так. У каждого из нас есть, наверное, такое понятие, как день сурка, когда ты приходишь на работу, и каждый твой день похож на предыдущий, выполняешь одну и ту же работу. К сожалению, это так. Самое главное, чтобы это приносило удовольствие. В Америке вот сейчас празднуют День сурка, и они верят, что животное может предсказать приход ранней весны. Вы в это верите? Нет. Забайкальцы не доверяют предсказаниям ни животных, ни синоптиков. В такие морозные дни чаще верят в природу и тепло, когда солнце греет, где-то падает копель. В общем, в наших краях мы просто ждем тепло. Билл? Спасибо, коллега. С нами на связи был Кирилл Фомин, Владимир Дементьев, РТК Забайкалья. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова